Здравствуйте, дорогие зрители Робинзона! Наш прямой эфир продолжается. Меня зовут Виктор Фоменко. В рубрике «Тема дня» предлагаю поговорить о следующем. Верховная Рада обязала МВД и СБУ разоружить незаконные вооруженные формирования. В связи с обострением криминогенной обстановки и провокациями со стороны иностранных граждан на юго-юго-востоке, обязать МВД и СБУ немедленно провести разоружение незаконных вооруженных формирований. Зачитал проект постановления спикер Александр Турчинов и добавил, кто носит оружие, может быть, лишь в Национальной гвардии службы безопасности. И еще Турчинов пригрозил. Если они не сделают этого, то их можно считать диверсантами, которые работают против Украины. Прокомментировать это решение народных депутатов я попросил создателя и руководителя сайта «Оперативно-розыскное дело» блогера Станислава Ричинского. Сейчас Станислав на связи со студией по телефону. Станислав, вы меня слышите? Да, слышу вас. Добрый день. Да, добрый день. Спасибо, что нашли время. Я хочу, чтобы вы помогли мне. Что значит этот закон? Какой в нем смысл? Ведь и до принятия этого закона хранение и пользование незарегистрированным оружием, это было незаконно и это преследовалось. Что изменилось теперь с принятием закона? Ну, этот закон носит, насколько я понимаю, чисто прикладную задачу. Там ключевые слова о том, ну вот в словах Турчинова, о тех, кто ходит с оружием на улицах. То есть, вообще-то это закон против свободного ношения оружия на улице, что в последние несколько недель стало у нас, ну, по крайней мере, в Киеве обычным явлением в центре города. И, естественно, с этим нужно было что-то делать. И первые шаги мы уже видим. То есть, правый сектор выдворили из гостиницы Днепр в центре Киева и перевезли на базу за городом. Но из-за того, что оружие будет сдаваться, у меня очень большие сомнения. После всех событий, не имея альтернативы в виде приобретения законного нарезного оружия, короткоствольного оружия, оружие никто сдавать не будет. Но его хотя бы не будут носить открыто. Это уже все-таки плюс. Скажите, пожалуйста, а почему милиция не задерживала этих людей? Ведь это было нарушением закона, ну, поль ношения, открытое ношение незарегистрированного оружия. То есть, милиция закрывала глаза? Ну, милиция, нужно отдавать себе отчет, сейчас совершенно деморализована. И она во многих случаях просто боится это оружие изымать. Ну, и кроме того, как бы есть другие обстоятельства. С тем же руководством и правого сектора, и самообороны ведутся переговоры о том, чтобы они мирным путем прекратили свою, скажем так, незаконную часто деятельность. И вызывать сейчас обострение в виде очередных перестрелок, допустим, в центре города никто не хочет. Поэтому сейчас идет активная фаза переговоров между новой властью и представителями парамилитарных организаций. Как вы считаете, правый сектор подчинится этому решению? Он будет сдавать оружие? Я говорю, что оружие, скорее всего, сдаваться не будет. Какая-то часть оружия в показательном порядке может быть отдано, но основная масса, конечно, никто ее отдаст. Потому что все еще очень непонятно, не исключен Третий Майдан. И очень многие назначения во власть. Потому что во власти остаются представители властных структур Януковича, и они вызывают, естественно, возмущение. И оружие не будет сдавать. Вот я прочел в интернете мнение военного эксперта Алексея, военный эксперт Алексей Арестович. Он заявил, что правый сектор, часть его станет заниматься легальной политикой, а часть уйдет в подполье. И правый сектор будет похожим на арабскую группировку, что ли. То есть он официально действовать не будет. А вы как считаете, вы согласны с такой оценкой? Или у вас свой взгляд? В общем, согласен. Но скорее это будет похоже на более европейский тип. Это ирландская республиканская армия, у которой есть свое политическое и легальное крыло, а есть крыло и, так сказать, подпольное, силовое. Но дело в том, что это давно уже, в принципе, в Украине было. То есть у той же свободы боевое крыло было достаточно давно. Но там разные у них были названия, С-14, другие. И сейчас, видимо, у нас будет несколько таких боевых крыльев. Тут еще интересно то, что свобода не в очень-то хороших отношениях с тем же правым сектором. И между ними периодически уже происходили и вооруженные конфликты. Получается, если следовать вашей логике, то вот сегодняшний законопроект, за который депутаты проголосовали, это была стрела, направленная исключительно в правый сектор. То есть глобальные проблемы с не зарегистрированным оружием, а по некоторым оценкам его такого оружия 3 миллиона единиц, по крайней мере, так оценивал ситуацию свободовец Юрий Сиротюк. Так вот, есть такая проблема. Эта проблема, судя по вашим словам, она решаться не будет. А все направлено только на то, чтобы правый сектор загнать куда-нибудь, что ли, ну, вытеснить его с политического рынка, с поле официальной политики, чтобы он куда-то на обочину. Я правильно вас понял? Знаете, проблема не в незарегистрированном оружии, а проблема в его использовании. То есть вот последние события там на Майдане, когда есть уже перестрелки между разными группировками, они показали, что руководство правого сектора не контролирует своих вооруженных бойцов. И вот этот указ, он прежде всего направлен на то, чтобы вооруженные люди были взяты под контроль. О том, чтобы их всех сейчас разоружить, ну, речи не идет. Это практически нереально, без очередного взрыва, противостояния. А это никому не нужно. Поэтому вот эти три миллиона, если они будут лежать по домам, то лично я в этом никакой проблемы не вижу. В случае, там, агрессии внешней, в случае какой-то очередной гражданской войны это оружие, конечно, выйдет из домов. Но главное, чтобы сейчас, в относительно спокойный период, это оружие не было в руках неадекватных людей, которых, к сожалению, становится все больше. Ну, а как вы считаете, эта задача будет выполнена, ну, чтобы эти формирования взяли под контроль своих, что ли, членов, чтобы не было этих перестроек? Да, она уже выполняется. Она уже выполняется. Уже выполняют? Да, конечно. Ну, мы видим это и по действиям правого сектора, которые из своей организации изгоняют структуры такого анархического совершенно плана, типа того же Белого Молота. Насколько я знаю, там вообще идет чистка структур. То же самое, думаю, будет происходить и в самообороне. Кстати, вот по поводу Саши Белого, о котором вы упомянули, кажется, на сегодня планировалось в Верховной Раде заслушать следственную комиссию по результатам расследования вот этой истории с убийством Белого, насколько правомерно действовало МВД, и, в частности, вывод этой комиссии якобы был в том, чтобы отстранить от исполнения обязанностей министра МВД. И вот после того, что вчера произошло, эта история, как вы считаете, о ней вообще никто не будет вспоминать, с Сашей Белым? Или она будет дальше расследоваться? Нет, она, конечно, будет дальше расследоваться, никуда от этого не денешься. Но у меня, так сказать, большие претензии к составу этой комиссии, потому что там состав людей такой, что их легко, судя по их биографиям, как бы подкупить просто для того, чтобы, на самом деле, сдачить нового министра внутренних дел. То есть, ну, там господин Разводовский, такой мент со штажем и замешанный в ряде коррупционных составов, скандалов. Ну, а Герман вообще непонятно, каким боком оказавшийся в этой комиссии. То есть, у меня большие сомнения насчет объективности этой комиссии. А история с Сашей Белым, ну, я ее довольно плотно изучал, разговаривал с участниками. К сожалению, это несчастный случай, это не какое-то заказное убийство или еще что-то. Это несчастный случай при задержании. И еще, если позволите, хотел уточнить по поводу правого сектора. Сейчас в социальных сетях много комментариев о том, что этот правый сектор, который в какой-то момент воспринимался как очень важная часть Майдана, что, оказывается, ну, а, они не контролируют своих членов, б, они похожи не на какую-то четкую структуру, а что-то среднее между ДНД и общественной организацией без четкой программы. Вот как вы воспринимаете правый сектор? Ну, правый сектор – это совокупность нескольких политических организаций, причем с некоторыми даже различиями в идеологии. Но, тем не менее, это именно правый сектор. То есть, впервые вообще правые силы в Украине, да, думаю, и не только в Украине, они вышли вот так вот с Маргинеса на центральную позицию, что ли, в политике. И это очень интересный опыт. Но политики нынешние начали понимать, что правые, они принципиально против не только режима Януковича, но они и против новой власти по определению. И они против, там, например, НАТО, ЕС. У них совершенно иные цели программы. И почему? Идеология у них есть. Их нельзя назвать ну, просто бандой. Идеология у этих организаций есть. И последний вопрос. Ярош баллотируется, ну, хотя он представитель и лидер правого сектора, он баллотируется как самовыдвиженец. У меня два вопроса. Первый. Почему он решил абстрагироваться от правого сектора? Почему он не пошел от своей политической партии? И второй вопрос. Как вы считаете, у него есть шанс получить проценты? Или он будет довольствоваться только долями процента голосов на президентских выборах? По какой причине он не выдвигался от правого сектора, я вам не могу сказать. Думаю, что там технические причины. Партии правый сектор, ее, в принципе, не было. И возникла она просто в результате переименования на УНСО. Возможно, он технически не может по законодательству от этой партии баллотироваться, поэтому идет как самовыдвижение. А насчет его процентов, вы знаете, в Украине так быстро сейчас меняется ситуация, что предсказать здесь совершенно ничего нельзя. Это могут быть и доли процентов, а могут быть и десятки. Ясно. И еще один вопрос. сегодня Сергей Соболев, руководитель фракции Батьковщина Верховной Раде, назвал правый сектор агентами Кремля и призвал создать следственную группу по расследованию вчерашнего инцидента. Ваш прогноз, вот будут серьезные последствия у этой перестрелки или это все замнется? Нет, я думаю, что не будет никаких серьезных последствий, никто не хочет какого-то витка противостояния, а всевозможные ярлыки агентов Кремля это обычное следствие такой общественной паники, потому что в свою очередь у Турчинова называли агентом Кремля и Аватова неизвестно каким агентом, то есть это сейчас такой тренд в принципе друг друга обзывать агентами Кремля. Станислав, большое спасибо за подробные ответы. Руководитель сайта Оперативно-Рыскное дело блогер Станислав Ричинский прокомментировал тему сегодняшнего дня. Напомню, как она звучит. Верховная Рада поручила МВД и СБУ разоружить незаконные вооруженные формирования. Следующий прямой эфир уже завтра в 10 утра как обычно с событиями в стране и в мире вас познакомят Ирина Князева и Дмитрий Клепов. Пока. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова